тема наша сегодня друзья это воля божья и пожалуйста включите слайды братья и мы с вами закончим и у нас мы говорили с вами о воле божией что воля божия бывает благая угодная и совершенная это когда человек повинуется тому чтобы бог не сказал бау вреда человек повинуется coin нет человек повинуется и тогда он живет в 90-ом псалме и мы с вами разобрали 90 псалом именно с этого ракурса и поняли, как действует воля Божья, благая, угодная и совершенная. А сегодня мы с вами заканчиваем другую сторону воли Божьей, которая называется воля Божья позволительная. Ибо если человек не повинуется Богу, то Бог позволяет некоторым вещам в его жизни случиться. И то, что Бог позволяет случиться, это не значит, что они не по воле Божьей, но это не воля Божья, благая, угодная и совершенная, это воля Божья позволительная. Примерно, чтобы вам, мы к этому еще немножко подойдем дальше, чтобы вам понять то, о чем я говорю, то вы должны вспомнить, например, историю Ионы. Потому что Иона это самый, наверное, один из ярких примеров того, как воле Божьей человек не хочет повиноваться. И Бог ему говорит, иди в Ниневию, а Иона берет корабль и плывет в Фарсис. И все, что происходит после того, когда Иона сел на корабль и поплыл в Фарсис, это все действие воли Божьей. Скажите, по воле Божьей ли оказался Иона в очереве кита? Конечно, конечно, по воле Божьей. Но разве это была воля Божья благая, угодная и совершенная? Нет. Благая, угодная и совершенная была Иона в то место, где ты есть, прямо в Ниневию. А если ты уже попал в чрево кита, это уже воля Божья какая? Позволительная. Бог позволил кое-чему случиться. И когда ты попадаешь, мы говорили с вами, в позволительную волю Божью, то не так просто из позволительной воли Божьей, что выйти назад. Ну, легко ли выйти назад Ионе из чрева кита? Ну, как, кажется. Так, ну, что ж там, Иона, иди куда-то, какой дорогой ты попал, такой дорогой назад возвращайся. А Иона, если вы его спросите, Ион вам скажет, не так все просто. Поэтому мы говорили с вами на прошлом разборе слова, как происходит это все и почему не так просто. Мы говорили, что когда человек был в хороших пристанях, все было ему хорошо, кормчик посоветовал выплывать. Апостола Павла не послушали, Бога не послушали, выплыли, и поднялся против них ветер, бурный Евроклидон. И мы говорили, что самое страшное в Евроклидоне, это когда корабль бросает, и он не повинуется волнам. И мы с вами говорили, что происходит в Евроклидоне. Мы говорили, что обвязывает корабль, обычно это говорит о том, что когда человек попал в волю Божью позволительную, он начинает искать себя, приближаться к Богу, исповедоваться, думая, что исповеданием он избавится от бури. Скорее всего, мы говорили, что не избавится. В Евроклидоне спускают парус, что символизирует духовное движение. В Евроклидоне выбрасывают груз, и их побросали за борт, и груз плохой, и груз что? И груз хороший. И мы с вами говорили на прошлом разборе насчет пшеницы. Вы помните, да? Что Слово Божие там написано, на третий день мы своими руками побросали из корабля вещи. И мы с вами говорили на прошлом, и на этом остановились, что было удивительно, что из корабля повыбрасывали даже пшеницу. Помните? Как вы думаете, что такое, что означает пшеница? Как это? Представьте себе человека, который попал в бурю житейскую, да? Он не повиновался воле Божией, он попал в житейскую бурю. Как вы думаете, что происходит в богословии с этим человеком? Вы понимаете, о чем я веду речь? То есть, когда мы с вами растем в церкви, у нас складывается определенное понимание на Слово Божие. Мы набираемся какого-то опыта, мы приобретаем какой-то духовный багаж. И этот багаж правильный, так или нет? Скажите, хорошо ли иметь какой-то духовный багаж человеку? Хорошо? Я скажу так, и хорошо временами, и временами что? И временами нехорошо. Давайте я вам приведу пример, и вы меня поймете, о чем я веду речь. Помните апостолов, которых Бог крестил Духом Святым? Которые организовали церковь в Иерусалиме, и которые проповедовали евангельскую весть всем евреям. И было большое духовное движение и пробуждение. Но скажите, кто из апостолов шел к язычникам проповедовать? Ну, Петр попал первым к язычникам. После того, когда он попал к язычникам, у них была братская беседа. Помните, да? Его братья-старшие вызвали, Петр, иди сюда. Ты что, пошел в дом Корнилия? Кто тебе разрешил? Почему? Почему это все было, скажите? Потому что у людей были сложенные какие-то предрасположенности. И они говорили, к обрезанным не ходи. К обрезанным не проповедуй. А какая была воля Божья в этом? А воля Божья была в том, чтобы церковь была и среди Израиля, и среди язычников. И Бог использовал Павла, но прежде чем использовать Павла в этом, что Бог сделал с Павлом? Через Евроклидон. Согласны? Потому что Павел не повиновался воле Божьей, будучи верующим человеком. И в Евроклидоне у Павла повылетали, извините за выражение, с головы различные, извините, я так выражусь, христианские штучки. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что, когда мы растем в церкви, мы втягиваем и нужное, и временами много ненужного мы втягиваем. Есть выработанное мнение, которые, знаете, когда меняются, обычно они меняются, когда мы с вами попадаем в Евроклидон, когда мы попадаем в трудности, когда мы попадаем в передряги житейские. И поэтому, друзья, я вам объясняю, что Евроклидон временами, он полезный для христиан, потому что мы выкидываем пшеницу. Вроде как доброе дело, вроде как пшеница, доброе зерно, но Богу, чтобы действовать временами, нужно нас очистить от наших таких, знаете, понятий. И мы с вами поговорили, что в Евроклидоне нет духовной жажды, человек не хочет кушать, они не ели ничего. То есть человек, который под проблемами, он не может молиться, он не читает Писание, его, скорее всего, не влечет в собрание. И мы говорили о том, что это все закончилось тогда, когда Павел встал и сказал. Павел получает откровение. Как выйти из Авроклидона? Во-первых, друзья, нам надо, чтобы выйти из Авроклидона, надо того, кого мы в самом начале пренебрегли и не послушали, надо начать его что? Слушать. Когда Бог тебе говорил что-то, и ты не послушал, то ты должен возвратиться назад к этому и сказать, Господи, я тебя там не послушал, а сейчас я хочу твою волю исполнить. Все, что ты мне скажешь, скажи, я буду слушаться. Павел встает и говорит, ибо ангел Бога, которому принадлежу, которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Друзья, я хотел бы углубиться в этот стих, но скажу очень коротко, чтобы вы поняли, что когда мы, когда мы уходим в Евроклидон, за собой Евроклидон мы утягиваем, например, если ты глава семьи и ты не послушался волю Божью, то, скорее всего, твой Евроклидон обязательно коснется кого? Твоей семьи, так или нет? Коснется, может быть, частично, но коснется. Твое противление воли Божьей, оно отразится на других членах, на тех, кто тебя окружает. Если ты пастырь церкви, это коснется церкви, так или нет? Твое противление воли Божьей. Вот почему, вот почему, когда Бог говорит, то он говорит, не бойся, ты спасешься и всех, кто что? Все, кто с тобой. Как выйти из Евроклидона? Первое, друзья, надо начать назад слушаться Бога. Друзья, так вот здесь, когда я говорю, что мы должны научиться слушать волю Божью, первое, что Бог от тебя ожидает, не вот этого притворного, я все-все-все брошу, я все-все брошу. Как только проблемы уходят, человек начинает делать то же самое. Бог вот здесь ожидает от тебя трезвого решения больше от воли Божьей не отходить. Если этого трезвого решения не будет, Евроклидон в твоей жизни что? Не закончится. Поняли? Надо не просто от страха и желания выскочить побыстрее, потому что меня Бог стеснил. Но надо взвесить, понять, осознать и прийти к этому решению осознанно и сказать, Боже, я больше этого делать не хочу. И именно это решение, которое происходит не на уровне твоих мозгов, извините, не на уровне твоего сердца, а на уровне твоего сердца. Именно это решение видит Бог. И если он видит, что это решение произошло у тебя не от страха, не еще от каких-то желаний, но ты решил это на уровне своего сердца, Это первый шаг, чтобы начать выходить откуда? Из Евроклидона, вы поняли? Если вы видите людей, которые в проблемах, и проблемы не кончаются в их жизни, посоветуйте им, скажи, ты должен решить. Или за Богом идти, или... Потому что Бог будет штормить. Бог будет делать все, чтобы Иона попал в Неневь. И если... Мы сейчас к Ионе подойдем ближе, друзья. Потому что есть вещи, которые людей просто не зацепляют, извините, я так выражусь, да? Вы помните, что первое наказание, которое послал Бог в жизнь Ионы, оно Иону даже не всколыхнуло. Весь корабль в переживании, весь корабль молится своим богам, кто готовится к смерти, кто что... А Ион на себе спит. Это говорит о том, друзья, что временами, вот так в Евроклидоне бывает, что на каких-то стадиях человек даже на это не обращает внимания. Видели молодежь, которая уходит от Бога? Бог начинает забирать финансы, начинают биться машины со здоровьем, проблемы в колледже. Как вы думаете, обращают они на это внимание? Когда человек попал в Евроклидон, практически, я, если вы помните, на прошлом разборе сказал, что у меня был один случай, когда я видел, когда искреннее покаяние и обращение остановило проблемы в жизни человека очень быстро. Один раз. В большинстве других случаев, друзья, вы не остановите Евроклидон, пока он не сделает то, что Бог определил ему сделать. И то, что там люди каются, и смотрите, Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Я взял только один стих, но вы по самой истории можете видеть, что насколько раньше сотник слушал кормчего, настолько после Евроклидона сотник начинает слушать кого? Павла. И все, что говорит Павел, сотник абсолютно его повинуется. И это, друзья, это ложит основание для человека, для выхода из Евроклидона. Это значит, что надо учиться повиноваться воле Божьей по самым маленьким мелочам, потому что это были мелочи. Но сказал он, все, не спускайте лодку. Все, не спустили. Сотник сказал, нет. Сказал, да, сотник его слушает. И в этом, друзья, открывается выход из Евроклидона. То есть буря еще продолжается, небеса закрыты, все еще на своем месте. Но человек должен показать Богу, что он готов повиноваться даже в буре. Мы часто, как Андрей, ожидаем, что как только мы покаемся, все сразу станет нас... Все сразу должно настроиться. Все, только совершил исповедание, все, выхожу, все, все, все. Нет, так не будет, друзья. Третье, друзья, мы... Ты не выйдешь из Евроклидона без потери. То есть, когда ты пошел против воли Божьей, для того, чтобы возвратить все вещи на то место, откуда они вышли, друзья, нужно, чтобы ты потерпел определенную потерю. Какая это будет потеря, друзья, я не знаю. Будет ли это потеря материальная? Может быть. Будет ли это потеря какая-то другая? Я не знаю. Но когда человек противится воле Божьей, то самое страшное в этом противлении, друзья, то, что что-то мы с вами по причине нашего противления потеряем. Давайте приведем пример, например, Давида, который не послушал Бога, согрешил и вошел к Версавии. Да? И Версавия забеременела от него, и Давид много молился Господу, чтобы ребенок остался что? Живой. Но Бог Давида не выслушал. Потому что, когда ты противишься воле Божьей, будь готов к тому, что ты что-то будешь терять. Когда я попал в Еврокридон, я отделался деньгами. Да? Евреи говорят так. Говорят, если твои проблемы можно посчитать деньгами, это не проблемы, это затраты. Хорошо, друзья. Значит, во-первых, то, что касается наших детей. Я вообще-то не хочу проповедовать, и я не верю в то, что наши ошибки, наши ошибки должны отражаться на наших детях. Я не могу этого проповедовать, потому что этого не написано. Я не... Написано в Слове Божьем так, что отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина. И Бог говорит что? Не будет так. Поэтому часто, часто говорят, что вот-вот на детях это тоже... Ты пошел против воли Божьей, да, все в детях пожнешь. Да нет. Друзья, я считаю, что Еврокридон это воспитательный процесс. Причем воспитательный процесс не моих детей, а кого? Меня лично. Меня лично. Хотя, конечно, я не могу гарантировать, я не Бог, я не могу ставить точки, но я не нахожу оснований в этом, в Писании, говорю так, как есть. Да? И обычно Бог допускает... Давайте мы сейчас проговорим про два человека, которые были в Авраклидоне. И первый, конечно, это Иона. То есть, друзья, когда, понимаете, когда осуществляется воля Божья благая, угодная и совершенная, мы с вами говорили, что она и благая, и угодная, и совершенная для тебя. Что все качества вот этой воли тебе благо, тебе совершенно, тебе добро. Но когда ты переходишь на волю Божью позволительную, это не значит, что это не воля Божья, как Ваня подметил. Это тоже воля Божья. Только для Ионы она уже не была никакая неблагая. Правда? Она никакая не была для него угодная. Ему не нравилось то, что происходит. Да? Но это была воля Божья. И обращение людей на корабле. И проповедь, и все остальное. Это было... Бог делает. Видите, в этом и красота нашего Господа. Что Он может делать вот таким путем. Простым, красивым. А может делать трудным путем. Но Он все равно красивый. Пример Ионы. Понятно, что Иона не слушается воли Божьей. Плывет фарсистом. Можно... Кстати, возьмите и почитайте, что обозначает фарсист. Потому что вместо Ниневии Он плывет в фарсист. И вообще вся история Ионы это история христианина, который не любит исполнять волю Божьей. Извините, что я так выражусь. Потому что история с рыбой не научила Иону все равно ровно... Ну, мало чему научила. Скажем так. Иона просто попал под давление Божьей руки и повиновался принудительно. Спасибо, Володя. И потом, друзья, обратите внимание, кто помнит, как заканчивается книга Ионы? Возьмите, перечитайте книгу Ионы, вы увидите, что она заканчивается на... Она не заканчивается. Мне ли не посидеть город? На-на-на-на-на-на. Такое ощущение, что дальше что-то еще должно быть. Она незаконченная книга. Если книга незаконченная, что это значит? И с Ионой работа еще незакончена. Поняли? Возьмите, почитайте. Она незаконченная, эта книга. Поэтому с Ионой Бог будет продолжать. Он взял часть жизни Ионы, поместил ее в Священное Писание и для мудрого читателя он сказал буквально следующее. Вот тебе кусок, посмотри, как происходит с людьми. И история с рыбой Иону в совершенство не привела. А это значит, что Ионы наверняка были еще что? И другие происшествия похожие. Похожие. Но давайте, друзья, возвратимся к этому примеру. Я вас прошу. Итак, я говорил, что с Авраклидона не выйдешь без потери. Что потерял Иона? Единственное, что... Я сейчас не буду это толковать, я только вас натолкну на мысль. Единственное, что он потерял, мы видим это в истории, это было то дерево, которое выросло за один день. Из-за которого Иона очень сильно... Что? Он сильно угорчился за это дерево. Я вас хочу спросить, что это было за дерево, как вы думаете? В природе только бамбук растет самым быстро так. Но это яндо был не бамбук. Там было какое-то специальное дерево, которое Бог вырастил за одну ночь, которое для Ионы было чем-то драгоценным. Вы не заметили? Он говорит, я так огорчился, что даже что? До смерти просто огорчился. Поэтому, друзья, я верю, я верю, что это дерево могло Иону там ждать, и червь бы его не заточил, извините, что я так скажу, если бы Ион плыл не через фарсис. Вот такая моя простая мысль. Поняли? Что было что-то, что было драгоценным для Ионы, что было драгоценным его сердцем. Потому что, когда мы читаем эту историю, я вообще не понимаю, за что там Иона страдал. За какое-то дерево. Кто из вас переживал за дерево? Кто? Да нет, да не было у нас таких переживаний, чтобы мы огорчились даже до смерти. Ты не срезай это дерево. Человек, человече, не срезайся, я до смерти огорчусь. Но я еще такого не чу. Жена моя смеется, мне пенек надо срезать дома. Но вот у Ионы было такое положение, что он огорчился. Я верю, что это не вопрос дерева, это вопрос какой-то привязанности, чего-то, что было драгоценным, что могло бы остаться у Ионы, если бы он повиновался Богу и не поплыл бы фарсис. То то, что было драгоценным для его сердца, осталось бы для него. А если ты не повиновался в воле Божьей, Бог берет что-то, что близко твоему сердцу, что тебе нравится, что ты любишь, что ты хотел бы, чтобы осталось. Но Бог это отнимает. По той причине, что ты, Иона, Богу не повиновался. И эта потеря, друзья, она компенсирует то, что мы не повинуемся воле Божьей. В этом большая проблема. И давайте приведем Давида в пример. И вы поймете, например, что потерял Давид. Как вы думаете, что потерял Давид, чтобы он хотел иметь? Что потерял Моисей? Хотел, но Бог ему прямо сказал? Так или нет? За то, что ты не послушался? Я за враг Ледона тебя выведу. Но обетованную землю ты не увидишь. Обратите внимание, друзья, что не повинуясь воле Божьей, мы, как для Иона, я специально вам показал эти примеры, чтобы вы увидели, что не повиновение воле Божьей отнимает у нас часть таких вещей, которые дороги нашему сердцу. Да, а не дорого. Моисей хотел бы увидеть, да, Давид хотел бы построить. И так и у нас бывает. Поэтому я вам говорю, друзья, когда Господь вам говорит что-то делать, повинуйтесь Его воле. Повинуйтесь Ему. Потому что трудности, которые сопряжены с исполнением Его воли, намного меньше, чем трудности, которые придут, если вы не исполните Его волю. Это понятный вопрос. Второй пример – это Давид и Вирсавия. Я уже говорил об этом примере Давида и Вирсавия. Давид не повиновался Богу, вы знаете эту историю. Так вот, история Давида, друзья, тоже показывает, как Давид не повиновался воле Божьей, и как пришел в его жизнь и в Роклидон, друзья. И я не буду анализировать эту историю, и вы видите, причина та же самая, Давид отнимает, Богу отнимает у Давида сына. И в этом, и в этом тоже большая трагедия для Давида. Как узнать волю Божью? Цель моя, чтобы вы сегодня поняли, как идти степ-бай-степ. Есть инструкция в Священном Писании, которой мы должны повиноваться и делать, потому что, если мы эту инструкцию не будем следовать этой инструкции, друзья, мы с вами обычно воли Божьей не получим. И даже так выражусь, и откровения мы не получим. Знаете, почему мы не получаем временами откровения? Потому что мы нарушаем порядок вещей, которые Бог установил. Пункт первый, друзья, в познании воли Божьей. Смотрите. Ибо такова есть у вас воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей. Первое Петра. За все благодарите. Ибо такова у вас что? Воля Божья. Я выписал только два стиха. Но Священное Писание, оно наполнено волей Божьей. Да? Звонит ко мне человек и говорит, помолись за мою жену и за меня. Я говорю, что? В чем дело? Он говорит, у нас семейные проблемы. Я говорю, дальше что? Он говорит, я думаю, нам пора разводиться. Помолись. Что скажет Бог? Я даже молиться не буду. Я тебе сразу скажу, что скажет Бог. Знаете, что скажет Бог? Читай Писание, скажет тебе Бог. Читай Писание. Если и будет какое-то откровение этому человеку, то откровение будет только одного характера. Читай Писание, покайся и веруй в Евангелие. Идро откровения не будет. Но люди не понимают этого, потому что хочется сделать что-то свое, по-своему. И дай мне откровение. И потом, знаете, что самое интересное? Что ищущие всегда, что? Находят. И находят откровение, и ведутся откровениями, да? И мы знаем, получил человек откровение продать молитвенный дом. Получил откровение. Да? Продать молитвенный дом, положить деньги себе в карман. Все. У него откровение. Ну, какое откровение? Ну, написано же в Писании. Какие могут быть откровения? Про какие откровения вы вообще говорите? Писание написано. Читай Евангелие. Что только честно. Что добродетель. Вот. Не надо никаких откровений. Первый пункт, если вы хотите знать волю Божию, первый пункт, что вы должны сделать, вы должны открыть Библию и почитать Священное Писание. Вы должны посмотреть на примеры евангельские, на примеры библейские. Вы должны обратить внимание на слово написанное. Друзья, буквально покопаться в слове. Не просто так. Да я знаю, что написано. Если у тебя есть воля Божья, стань соверши... Если у тебя есть нужда познать волю Божью, стань на колени и соверши молитву и скажи, Господи, говори сегодня ко мне через проповедника, через слово Божье. Приди домой, открой Писание и почитай. И вполне возможно, тебе не надо будет идти к пророку. Ты откроешь Писание и найдешь там волю Божью. Ты увидишь, что с Давидом это было, что это было за весоломом, с Урией, еще с кем-то, еще с кем-то. Точно такая же ситуация, как у тебя, и тебе не надо будет никакого откровения. И я вам больше этого скажу. В большинстве случаев самые послушные люди это те, которые всегда останавливаются на пункте номер один. И дальше не двигаются. Им достаточно Слова Божьего написанного, чтобы исполнять волю Божью на свой, как американцы говорят, daily basis, на свой каждый день. Достаточно Слова Божьего. Но не исключено вопрос, что все-таки что-то как-то мы недопоняли. Если ты исследовал все Писание, перекопал Библию и не нашел для себя ответа, тогда есть пункт второй, друзья. Я такого дедушку красивого нарисовал, видите. Это совет старейшины постарей. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Друзья, вот это в Малахии оно написано по отношению к священникам, как выразиться, эта способность, она находится не в пресвитерах, не в деконах, не в епископах, она находится где, смотрите, где она находится? она находится в устах священника. Я хочу, чтобы вы это поняли, что временами, временами Бог употребляет, я не говорю всегда, но по идее, по самой лучшей схеме, это должно происходить всегда, когда вы ко мне придете, и я вам дам совет, то я стараюсь, по крайней мере, молюсь и прошу, Господи, чтобы от уст моих изошло для народа не что иное, а то, что ты называешь законом, да, давайте вам приведу пример, и вы меня поймете, когда-то мы молились, это было, наверное, один из первых разов, когда я переживал действия благодати, мы когда-то молились за одну женщину, за крещение Духом Святым, и она очень бурно исполнялась Духом Святым в церкви, как сходит на ее Дух Святой, она молится, руки, аллилуйя, все у нее, да, только переступает порог дома, у нее молитвы нету, она говорит, я стою, томлюсь, Дух Святой не сходит, пришлет в церковь, аллилуйя, все, молится, все у нее, только переступает, и она месяц ходила, и к братьям, братья, что сробить, что это такое, как это понимать, в собрании могу молиться, дома не могу, искрена сестра, и мы с ней говорим, очередной раз, я ей говорю, Люба, иди домой, сегодня придешь домой, будешь молиться сегодня, поняла, она, хорошо, аминь, собралась, и пошла домой, и она домой пошла, а я сижу, думаю, что я сказал, даже месяц ходит уже, месяц пробует, дома молиться не может, думаю, что я сказал, зачем я таке сказал, думаю, сейчас приди домой, встану, и не буду, и что я буду, и как я буду, и сижу, уже сам молюсь, плачу, говорю, Господи, сделай что-то, с этой Любой, я не знаю, что с ней робить, да, и уже так приблизительно вычислил время, когда она придет домой, это нас еще с ауфонов не было, только были эти стационарные телефоны, я набираю номер к ней, говорю, алло, Люба, а мне в трубке, слава Богу, я положил трубку, да, это было не действие мое, как мое, это Бог взял меня в удел, и я сказал слово, которое стало законом, вот это, друзья, надо вот такое действие искать, и надо молиться вам за служителей, чтобы они были способны, вот таким вот образом действовать, не просто вы придете ко мне, и я с вами, ну да, ну да, все хорошо, сестра Аня, конечно, слава Богу, все будет нормально, да не переживайте, я могу это вам говорить целый день, но что толку с этого разговора, да, а толк будет тогда, когда Бог исполнит уста священника, и священник скажет одно-два слова, которые на самом деле станут волей Божьей для вас, понятно, поэтому к этому надо прибегать, и за это надо молиться в старствах мудрость, и в долголетних разум, это касается и служителей, это касается и пожилых, брату Филиппу, можете прийти, он вам расскажет опыт свой, он расскажет, как было в его жизни, да, он даст вам примеры, это тоже действие воли Божьей, которые мы должны знать, повиноваться и принимать, это вопрос понятный, первый пункт Библия, второй пункт Совет старших пасторей, друзья, если вы пройдете по всем этим пунктам, вы обязательно, обязательно, будете иметь право на пункт номер три, пункт номер три у нас какой, смотрите, это не откровение еще, пункт номер один, Библия, пункт номер два, священники, пункт номер три, обстоятельства, друзья, потому что обстоятельства открывают для человека волю Божью, помните, я рассказывал, как картина на меня упала, воля Божья или нет, да, но, но знал ли я волю Божью, что я поступал неправильно, знал, но надо было, чтобы меня ударила картина, чтобы я это осознал, и когда картина меня ударила, говорю, братья, сестры, я знаю, если она на меня упала, я буду сейчас каяться, вот и все, вот-вот обстоятельства поспособствовали тому, что я понял волю Божью, и здесь надо иметь мудрость и рассуждение, друзья, и смотреть, да, ну, давайте приведем пример библейский, когда откровение получил через обстоятельства Валтасар, слуга Авраама, Валтасар же, да, Елизар, спасибо, братья, он стоит и говорит, если она, придет, черпнет и скажет, я и тебя напою, и что? И верблюдов, что он вообще делает? Он ставит нужду в обстоятельства. Правильно ли это? Правильно. Если у вас есть нужда, помолитесь и скажите, Господи, если вот так, вот так, вот так, то я буду знать, что это твоя воля. А если это не случится, значит, это не твоя воля, потому что я верю, что ты творишь обстоятельства. Друзья, пункт первый, Библия, пункт второй, совет старших, пункт третий, обращайтесь к обстоятельствам, просите. И в первом, и во втором, и в третьем случае надо быть очень осторожным, потому что надо, Писание говорит, не будьте неразумны, но мудры, познавайте, в чем есть воля Божья. Знаете, почему мы не любим первый, второй и третий пункт? Знаете, почему? Потому что надо приложить усилия. Надо усердным быть. Надо усердно исследовать обстоятельства. Не всегда в обстоятельствах тоже ты получишь ярко выраженную волю Божью, да? Временами обстоятельства тебя могут привести, знаете, как положение, где тебе не нравится. Поэтому, самое чаще, мы бежим с вами к пророкам. Мы, самое чаще, бежим к откровению. Да? Но, друзья мои, откровение мы не получим, если мы тщательно не пройдем пункт первый, пункт второй и пункт третий. Если ты не, ты, ты, не нашел волю Божию в Писании искренну, если ты пошел посоветоваться с пастырями, и пастыря ничего тебе вразумительного не сказали, если по обстоятельствам тоже ты ничего не можешь понять, в чем воля Божья, вот тогда ты имеешь право поставить свою нужду пред Богом. И тогда Бог тебе обязательно ответит. Без откровения свыше народ не обуздан. Да? Узда обозначает, что, когда дается откровение, откровение дается как лошади узда, направо или налево. Бог будет тебя обуздывать своим откровением. Это понятно, как познается воля Божья. Все, мы закончили с вами эту тему. Какие есть вопросы и дополнения? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok